Вы находитесь на данной странице, потому что совершили ошибку в данном задании теста. Прежде чем мы приступим к объяснению того, какой ответ является правильным, а какие неправильные и почему, давайте обратим внимание на статистику. Как другие решили данное задание теста? Из 272 респондентов, заполнивших данный тест, 71,3% ответили правильно, выбрав вариант C, сам. 18,4% ответили неверно, выбрав местомение Any. 9,6% выбрали неопределенный артикль E, что также является неправильным. И 2% выбрали артикль N. К какой категории относитесь вы? Помните, что весь тест, который вы заполняли, входит в первый уровень, Beginners, согласно программе New American Streamline. Если вы относите себя к Intermediate или Advanced Student, вам пора задуматься о качестве вашего обучения. Приступим к разбору самого теста. Ти – неисчисляемое существительное, следовательно, неопределенный артикль E или N сразу отпадает. Почему? Потому что неопределенный артикль используется только перед исчисляемыми существительными в единственном числе. А это не наш случай, так как у нас здесь неисчисляемое существительное. Например, Что существительное T, что OIL – неисчисляемые существительные, поэтому перед ними мы не используем неопределенные артикли. Вместо этого мы используем местоимение сам в утвердительном предложении и Any в отрицательном и вопросительном предложениях. Правило очень просто. В отрицательных и вопросительных предложениях сам заменяется на Any. Возвращаясь к заданию нашего теста, теперь мы полны решимости выбрать вариант ответа D – Any. Ведь это у нас вопросительное предложение. Однако в данном случае мы имеем дело с исключениями. Дело в том, что когда вы делаете какое-либо предложение, то есть если вы что-то предлагаете или озвучиваете просьбу, данное правило не действует. По сути, наше предложение и есть просьба. Could you bring me tea? Не мог бы ты принести чай? Именно поэтому местоимение some должно остаться без изменений. Следовательно, правильный ответ – вариант C – some. Также важно помнить, что само выражение some more является устоявшимся выражением, обозначающим слово еще. Так само предложение could you pass me some more tea переводится Ты не мог бы принести мне еще чая? Подытожим. В отрицательных и вопросительных предложениях сам заменяется на Any. Однако это правило не распространяется на предложения, выражающие просьбу. Request. К слову, наш курс предусматривает специальные уроки, которые объяснят вам исключения в грамматике. Не через таблицы тяжелые правила, а через истории жизненной ситуации. Таким образом, что исключения и правила перестанут быть чем-то трудным, громоздким, а вместо этого станут естественным и легким в понимании и запоминании. Продолжение следует... Продолжение следует...